мы находимся на расстоянии от города 4 километра на высоте от уровня моря 240 метров показывает навигатор на этом месте располагались располагались позиции зенитчиков вот бутвеев камнями важен круг вот я не знаю как их снять то общий план не снимешь здесь вот так идти то видно круг из камней вот уже камни прошли там там камни под травой вороники все заросло уже прошло больше 70 лет остатки видны здесь вот сзади находится сзади меня 4 озеро справа вероновские озера вот на карте это место показывает это место на карте выделено кружком она некая там еще раз надо будет тоже дойти туда посмотреть что там осталось там рядом находятся позиции блиндажи что осталось я покажу ходили подбитые немецкие самолеты первые дни войны большинство членов тот остался заводе и зенитные части там стояли женщины тут женские подразделения стояли это я покажу внизу есть музей то спустимся по плану барбаросса город должны были взять за 3 дня напали на горы сразу 23 июня на второй день войны тут уже были были бомбежки начали отступать со стороны печенги там были уже сочинные бои первым мы себе приняли пограничники бои 29 июня немцы перешли границу с ссср в заполярье они рассчитывали уже через три дня быть в Мурманске их авиация и артиллерия наносила мощные удары по упрямлениям Красной Армии но как только основные силы вермахта вошли на советскую территорию они увязли в многочисленных болотах и сопках красноармейцам и пограничникам ценой минимоверных усилий удалось сдержать первый натиск фашист только один пример советская рота заняла позиции на сопке где стоял старый пограничный столб еще со времен финской войны солдаты решив что здесь проходят границы ссср поклялись стоять насмерть фашисты постоянно атаковали сопку и в конце ее оборонял только один человек рядовой гайфулин и когда подошло подкрепление вот рассказывали как это было гайфулин повернулся увидел что свои и сказал сдаю пост и умер вот наш город так выглядит вон залив там выход в море не знаю как тут я думаю видно я зуб немножко прибавлю так мне кажется видней залив выход в море вот наш город с апреля 42 года мурманский порт начал принимать караваны с военными грузами в союзники поставляли лично не безвозмездно приходилось им за это платить но они тоже потери своими жизнями нас есть кладбище союзническая там похоронены как раз вот погибшие при налетах вражеской авиации я надеюсь туда съездить показать поснимать вот и поэтому налеты стали более ожесточенными несмотря на этом порт зашло более 300 караванов с грузом военные крыше больше военные грузы было первый же день войны великобритания предложила советскому союзу содействие во всем чем она может помочь в борьбе против германии через три месяца к англии присоединились с сша союзники поставляли военную технику оружие медицинское снаряжение 500 тысяч тонн в месяц простые люди собирали и отправляли в союз продукты теплые вещи северных конвоях участвовали 14 стран в основном не ходили британские советские американские суда и боевые корабли помощь запада не было безвозмездно транспорты приходившие в мормонск никогда не уходили обратно пустыню мы старались и в войну не быть должниками вот на тех пароходах которые к нам приходили которые разгружались мы отправляли в европу все что у нас было мы отправляли лес мы отправляли металлолом мы отправляли лекарственные запасы которые старались так сказать свои свой вклад так сказать тоже как-то показать и мы рассчитывали золотом пятые сутки как здесь шутят путешествие в первые четыре дня ненастья было нашим союзникам в густом тумане конвою удавалось успешно скрываться от самолетов разведчиков но сегодня распогодилось и над караваном завис комдор нет сомнений что он регулярно передавал по радио данные о курсе и скорости конвоя старпом уолос объявил что команда должна быть на готове вражеские бомбардировщики и субмарины могут появиться в любую минуту сердце ноет от дурных предчувствий всех нас сковало тревожное ожидание после того как немцам не удалось ни с воздуха ни с земли добраться до города они стали ожесточенно бомбить город иногда фашистская авиация бомбардировала город по нескольку раз в день иногда воздушная тревога продолжалась по 16-18 часов а личный состав зенитных артиллерийских частей по 22 часа в сутки стоял в орудии в июне 42 года мурманск был практически уничтожен только 18 июня враг сжёг и разрушил до 800 жилых домов и несколько общественных зданий школ и больниц зенитчики за первый год войны отразили более трехсот налетов вражеских авиации уничтожили свыше пятидесяти железную дорогу бомбили ежедневно мурманский порт по 10-15 раз в день у нас авиации было мало мы мало что могли противопоставить зенитной артиллерии в первый период войны у нас практически здесь не было было несколько батарей которые стояли на охране стратегически важных объектов вот поэтому так и случилось что в 42 году в июне месяце немцы практически сожгли мурманск фашистские самолеты атаковали мурманск волнами сначала сбрасывали фугасные бомбы потом зажигательные люди бежали в совке в городе оставалось не более 35 тысяч жителей 4 раза меньше чем до войны но железная дорога и порт работали бесперебой сейчас немножко статистики к исходу 43 года в заполярье действовал 6 зенитных артполков 10 отдельных других литвийских дивизионов 2 зенитных бронепоезда зенитный пулеметный полк 3 отдельных зенитных пулеметных батальонов 85 1 икз в воду п.л. зенитный прожекторный батальон дивизион аэростат о загружен заграждении другие подразделения на вооружении частей имелось 311 орудий средне-калиберной и 311 орудий малокалиберной артиллерии, 596 пулеметов, 109 прожекторов, 58 аэростатов заграждения. Увеличение количества войск ПВО и рост их боевого мастерства заставили противника во второй половине 1943 года значительно уменьшить активность авиации в районе Мурманска. Всего за 1943 год части зенитной артиллерии и истребительной авиации ПВО в районе Мурманска уничтожили 87 самолетов неприятелем. Последние бомбардировочные налеты фашистских войск на город были совершены в марте 1944 года. Вот такая вот статистика. Город бомбили, было сброшено бомб практически столько же, как на Сталинград. То есть, такой же второй Сталинград, что называют. Вот одно из укреплений. Тут уже деревья поросли. Вот, нашел тут кирпич. Вот, кирпичик такой тяжелый. ФК. Тут даже надпись есть. ФК. Не знаю, что это означает. Там еще что-то. Вот бы металлоискателем полазить. Было бы интересно. Положу его обратно. Оно бы что-то бьется такое же. А, вот здесь. Да, там. Там что-то есть. Я там накопал. Может, гильза какая-то большая. Не знаю, что это такое. Нигде нет опознавательных знаков. Ни грагировки. Чего я тут не нашел. Но, факт, что здесь что-то такое. Можно еще найти. Кстати, был у меня металлоискатель. Как-нибудь надо заказать. Здесь вот полазить. Что-нибудь здесь, да, можно такое интересное найти. Копать. Ладно. Вожу кирпичное место. Я вообще его переверну, как будто там лежит. Все его. Не взял. Так это выглядит. Довольно высокое, если что-то было. Насыпано. Главное здание было. Видеть бы это все, как было в реале. Было бы интереснее. Но то, что здесь можешь что-то найти, это факт. Вот еще. Тоже кто-то жег костер. Но тут видно даже кладка из камня. Сделано. Все уже давно разрушено, к сожалению. И до нас не дошло. Вот так это выглядит снаружи. Тут не удобно лазить деревья. Вот здесь что-то было тоже. Видно, что кладка. С камней, правда, не с кирпичей. Кирпичи, наверное, увезли. Если что-то было здесь с кирпичей. Ну, факт. Кирпичи нашел. Они, может быть, уже закопаны. Не знаю, просто еще. Сейчас идем. Вот такое еще. Тут даже баня была. Говорят, женщины в время бомберки мылись в бане, приходилось им выходить. Вот здесь вот какая-то комнатка была. И переход. Куда я не полезу, там болот. Уже. Не болото тут. Уже. Но летом она высыхает. Тут еще не высохла. Это я не снимаю иду против солнца. Обошел с другой стороны. Вот здесь тоже кладка. Тут норы леммингов, видимо. Ну, вот так вот здесь они все выложили. Тут много этих укреплений. Каждый раз на фуре все новые. Грибы, когда собираю, ну, обычно по пути здесь прохожу, грибы собираю и иду дальше. Все рассыпалось. Но здесь явно что-то было. Вот здесь металлоискательный тоже можно было бы походить, поискать. Ну, не знаю, что можно. Гильзы найти, что еще. Вот тут вырыто углубление с мой рост. Ну, тоже тут уже если не знать, что здесь была зенитная ПВО, то я не догадался, что здесь было что-то такое со временой войны оставшись. Здесь хоть подсохло. Здесь уже не по луже ходим, а по сухой местной. Смотрите, что-то какое я нашел. Тут вокруг все выложено камнями. Кладка сохранилась. Это искусственно, это же неприродное. И вот такое тут большое довольно было помещение. Какая-нибудь казарма, может. Ну, скорее всего, здесь было дупол. Но со временем земля насыпалась, древе выросли. И вот у него чай уже растет. Вот ничего вот такого уже не осталось интересного. Смотрите, когда-то здесь были бои. самолеты летали. Как сюда, интересно, доставляли оружие, боеприпасы. Ну, может, самолетом, вертолетом, наверное. Там еще вон. Тут еще понюзу я видел. Такие здесь у нас есть интересные места. Или я здесь уже был? Нет. Тут тоже явно было что-то... Какая-то кладка была. Ее развалили. Я со временем осыпалась. Не знаю, как они в щиты встроили. Вот мы проходим в дверь. Как бы здесь, скорее всего, дверь была. Заходим, попадаем помещение. Ну вот, смотрите. Вот уже очевидно. Вот. Камни, камни наложены друг на друга. Не знаю, как камера передаст. У меня обычный фотоаппарат в мыльнице. Вот такая здесь красота. Вот, пожалуйста. Так. Здесь тоже, наверное, какое-то казарное помещение было. Может быть, припасы хранили. Сейчас трудно сказать. Участники событий уже умерли. Женщины твои, Валик, я уже говорил. Но все равно место атмосферное. Такое, как будто рев самолетов слышишь. Здесь какой-то ров, но сомневаюсь, что здесь что-то было. Вот там внизу если спускаться по склону, там будет озерцо небольшое. морожковое болото. Там крупная морожка растет. И озерцо чистое. Вот они, скорее всего, оттуда брали воду. Они же не будут из города возить воду. Вот это здесь полно в сопках. И каждого можно пить, даже сейчас можно пить. Ну, это уже очевидно. Смотрите. Все. Выложен квадрат. Примугольники ровно. Там тоже кладки вон. Что же тут? Нет, тут что-то уже... Нет, это плесень. Так. Вот ровно, ровно все сделано. Раз комната. Тут да, тут трехкомнатное что-то было. Так. 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 Галко, что все развалили. Может, не развалили, может, после войны все увезли, сожгли. Кто знает, что тут было. Ну, вот такое вот здесь местечко. солнце снимает. Опять же говорю, если есть текло-металлоискатель, можно сходить тут покопать, копы поделать. У меня такого нет. К сожалению. Но опять говорю, местечко здесь атмосферное. Вон еще. Тут их кругом очень много. Иногда находишь, иногда теряются из виду. Бывает идешь о, я видел вообще тут глубокий один. Глубокий с меня ростом. Скопали в сопках. Конечно, вот еще с переходом. Или это вход наверное был. Вот здесь какая-то землянка. если нравится видео, лайки ставьте, не забывайте пишите в комментариях, что не понравилось. Планирую еще сделать заход еще несколько таких мест. Может даже в этом году. Посмотрите, здесь мы не не были еще. Поросята бросили мусор целку из-под пива. Довольно глубоко вырыто, кстати. Камера это не отражает. Собрался уже ходить нашел еще нечто. Какое-то сооружение было. Вот тут также кладки из камней остались. Скорее всего это как фундаментом служило, полагаем. А здесь сверху насыпано. Переход другую. Я говорю, здесь их много. Каждый раз находишь новые. Не новые, а те, которые не видел. Где-то та, которую я ищу, я не могу найти. Каждый раз здесь ходишь и не замечаешь от них ладно. Вот черничное место. Много черники будет. Здесь и грибов, черники, всего полно. Сейчас немножко вниз спустимся, может, там что-нибудь. Так, больше я искать не буду. Пойдем в поселок, сейчас там поснимаем немножко. Из леса можно выходить. Через час буду на месте. Ну все, я больше искать ничего не буду. Пойду уже в сторону музея, там поснимаем. Ну и домой. Видео монтировать. Смотрите, как там красиво. Вот укрепления, которые были на сопке. Только здесь более облагороженные. И вон там еще одно. Это я же в музее нахожусь. Вот такое было. Такого вида. Вот еще одно крепление. Там еще есть вот 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 что осталось. Вот проход тут. Еще что-то было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА